Эпилепсия Согласно последним исследованиям ученых, на сегодняшний день существует свыше 40 видов эпилепсии. Если раньше таких больных лечили психиатры, теперь они будут наблюдаться у неврологов. К слову, точной статистики по больным эпилепсии в Казахстане нет. По информации министерства, сейчас в Казахстане около 25 тысяч больных этим недугом, а ежегодно им заболевают около 9 тысяч человек. Между тем, реальные цифры намного выше, ведь многие скрывают это заболевание. И это серьезная проблема, говорят медики. Специалисты из России приехали в нашу область, чтобы поделиться своим опытом решения этой проблемы и дать несколько мастер-классов по излечению больных эпилепсии. Диагностика эпилепсии – это многоэтапный процесс, который требует грамотного подхода, а точный диагноз – это правильно выбранный метод лечения. И вот я говорил, 20% примерно пациентов вообще не поддаются никаким лекарственным препаратам, и там выявляются врожденные нарушения, которые требуют хирургического подхода. Эта еще тема здесь не поднята, и у нас в России только начинаются первые шаги. Местные специалисты отмечают, такой обмен опытом бесценен, ведь в ходе мастер-классов можно научиться не только внедрению новых технологий в лечебный процесс, но главное – своевременной и правильной диагностики. Такие образовательные программы нужны для того, чтобы снизить заболеваемость, инвалидизацию и в конечном итоге летальность таких заболеваний. Вот поэтому мы здесь собрались не только неврологи Южно-Казахстанской области, но и неврологи Жамбульской области, неврологи Залардинской области. К сожалению, население до сих пор связывает это заболевание с волей небес. Похоже, в этом плане мы ничем не отличаемся от жителей античных времен, считавших, что боги насылали эту болезнь на человека, ведущего неправедную жизнь. Однако врачи говорят, что такой подход категорически неверный и напоминают, ранняя диагностика позволяет полностью излечиться от этого недуга в 70% случаев.